Яхтинг, яхтингом, а обед по расписанию. Плох тот яхтсмен, который не думает иногда о хруст французской булки. 2 плюс 2 будет 4. Ветер направления в морды винт. Набиваем в доску парус. Это называется мышковать или облизывать мысы. Я уберу вот эту лопату. Волшебным образом раскроется такой, знаете, пространственный карман. Пригладит как утюгов эти волны. Когда я был молодой, зеленый, трусливый капитан. Маленькая торнадо в Алигурийском море. Я пока прячусь. Лучший враг хорошего. Не тапок в пол. Привязывайте длинными сложными узлами кранцы. Посмотрите. Кранцевый узел. То есть все. А если подходите и привязывайте, чтобы он у вас с борта был. Так. Опускаем какая нам нужна высота. Потом делаем вот так. Такое вот колечко. И туда просовываем. Можно так. Можно так. Вот это схватываем. Схватываем вот этот вот рифовый узел. Риф. Все. Если нужно вам переместить или высоту поменять. Дернули. Все. Опустили. Вот так подняли. Опять делали так. Взяли рифовый. А вот чтобы на зиму, на зиму, чтобы он сам не развязался. Вот сюда вот взяли вот так. Это зимний узел тогда. Не нужно много узлов вязать. За спиной город Аячо. А ты че? А я че? Смотрите. Это Марамбали. Вот есть одна закладная доска. Вон она. То есть, есть палуба. В палубе вырезано отверстие. И уложена паёльная доска. Не поленитесь. Спуститесь вниз. Вот есть ступенечки. Поднимите эту паёльную доску. Там есть отверстие. Продасовываешь пальцы и вытаскиваешь. И потом засуньте ее. Получается, под паёльное пространство. Трюма эту доску. И у вас волшебным образом раскроется такой, знаете, пространственный карман. То есть, раньше у вас в форпик влезало 12 кранцев. Останет влезать 24 кранцев. Завязываем вовнутрь. И привязываем что? Кранцевый узел. Всё. Кранец ушёл. Берём кранец ещё один. Бросаем его туда. Берём эту верёвочку. Завязываем кранцевый узел. Завязываем кранец. Всё, кранец ушёл. Верёвочку можно вот так, чтобы она была... За ней не лень было спутаться убирать руку в поглубочку. Бросаем кранец. Кранцевый узел. Вот яхтинг яхтингом, яхтингом, а обед по расписанию. Ваяча шикарная курочка. Была куплена. Мой любимый сыр с плесенью. Тартар с курочкой, я думаю, очень хорошо зайдёт. Оранж сок. И хруст французской булки. Саяча. С приветом. Лучший враг хорошего. Но, тем не менее, плох тот яхтинг, который не думает иногда о том, как можно пойти иногда чуть-чуть быстрее, чуть-чуть лучше. Вот сейчас у меня, смотрите, работает один двигатель. Вот у меня в зелёной зоне находятся перья. Перья не в смысле, как у птички перья, а перо руля. Они, получается, немножко вот так у меня подвёрнуты. Ну, не вот так вот, чуть-чуть. Получается, у меня встречный набегающий поток воды меня затормаживает, потому что, ну, конечно, не как лопата перо руля. Но, тем не менее. То есть, у меня было бы неплохо. То есть, у меня судно вот так вот делает пером руля двумя. Это же катамаран. Катамаран Бали 4.4. Оно хочет подвернуть вот сюда. И у меня, смотрите, у меня ветер 10 градусов. И сильный, и вымпельный. Во все времена это говорилось, что ветер направление в морде винт. То есть, просто в лицо дует. Со скоростью кажущийся ветер, написано, кажущийся 10 узлов. Наша 5. Значит, встречный 5. И срезультировалось, получается, вымпельный ветер 10 узлов. Если я подниму парус, мне это, по идее, ничего не даст. Но, если я подниму парус, я уберу вот эту лопату. И у меня будет здесь вместо 5,3 будет 4. 9, 5, 5. Давайте попробуем это сделаем. Значит, грот поднимать не буду. Потому что, по прогнозу, у меня будут шквалы дождевые. Ветер показан, что усиления прям дикого-дикого не будет. Но я очень осторожный. Даже я бы сказал, что, может быть, трусливый капитан. Я вижу, что есть такие прям желваки. Центра, где будет сильный дождь. 2 плюс 2 будет 4. Сильный дождь в какой-то точке. Там очень часто бывает сильный ветер. Соответственно, зачем мне ночью бегать с выпущенными глазами? Я грот стараюсь вообще не поднимать ночью. Значит, грот не поднимаем. Поднимаем стактиль. У нас стактиль автомат. Это катамараны боли. Здесь стактиль автоматические. Поэтому, если я открою наполовинку, не целая. Это называется тактика. Не целый стактиль, а только половиночку, чтобы мне не закрывало обзор. То есть, я сижу, чтобы мне было видно под нижней шкаториной стактиль, чтобы мне был виден горизонт, куда я иду. Вешки, рыбачков, всяких вот яхтсменов. Вот они вот идут. Сейчас я покажу, как я это буду делать. Смотрите. У нас с левого борта находится закрутка стактиль. Вот она родная. Вот мы открываем вот этот стопор, притаскиваем эту булочку, кладем ее судой, накидываем, чтобы как было сопарение такое, знаете, ручное сопарение. Потом вот это берем белый с синеньким, руки помнят. И просто берем и тянем. Или руками. То есть, вот это я травлю. А вот это я тяну. Вот, смотрите, открывается. Открываю до тех пор, пока видно горизонт. Ну, что-нибудь типа вот так. Придерживаю в натяг. Так, все, сопр закрыл, а это теперь можно убрать. А это теперь набиваем кочерной. У меня электрическая лебедка вот эта. Ага, ну да, как же. Знаете, можно курить очень долго так. Набиваем в доску парус. Парус имеет форму крыла? Имеет. Значит, появилась тяга. Смотрим сюда. Было 5,3. Стало 5,3. Даже 5,2. Скорость уменьшилась. Ну, или, возможно, пока я здесь бегал, у нас, вот видите, на единичку упало. Лопата пропала? Нет, не пропала. Значит, что? Значит, не получилось. Нет, не получилось. Мы с вами должны будем... Сдвинуть, получается, вот эту каретку... ...на ветер. Вот, пимпу оттянули. Так, что там, какие цифры пишет? 5,2. Не изменилось. Лопата меньше стала. Сейчас дадим ему подумать. По крайней мере, есть чем заняться. Так. 5,2, 5,3 было. 5,2, 5,3 осталось. Чуть уменьшилась лопата. Иногда даже почти ближе к нолю. Попробовать еще сдвинуть тогда на левый борт. И у нас вот так вот будет. Ну, то есть, ложка у нас изгибается, даже если мы оставим на автомате. То есть, уберем все пимпы, поднимем их в сторону, уберем. Сейчас сделаю. Поднимаем пимпу. Пока хватит. Если я не выиграю в скорости, то я выиграю в амортизации автопилота. То есть, он будет не стараться держать все время в напряжении первого руля. Оно будет такое, более расслабленное. Когда я ходил много-много-много, когда я был молодой, зеленый, ходился с одним старым Капитосом. И он говорит, что даже если мы идем по двигателям, и наша скорость не изменилась, если бы помогли все-таки парусам, то двигателю просто будет легче работать. Хотя скорость та же останется. Если бы двигатели умели говорить, она за 5,4. О, смотри-ка, смотрите-ка. И скорость ветра по-прежнему осталась у нас 10 узлов. То есть, мы потеряли, или не потеряли, то есть, один узел пропал каким-то образом. Мы прошли мыс с вами. Что-то в этом есть. Во всяком случае, я точно вижу, что лопата стала меньше. То есть, был вот так, стало вот так. Вот о чем я говорил, что мыс пройдем. Кстати, смотрите, какая смешная башня. У нее обрушилась наверху, многое, большая часть, а с правой стороны такое торчит, как хохолок, как вот значок корсики. У них вот этот вот негр, голова негра, с каким-то перышком птички. Ну, не знаю, как Марья Ивановна, какие-то, как вот платочек торчат усики. Смешно очень. Так вот, вот сейчас такая бухточка небольшая до следующего мыса. Я даже курс особо не менял, но, тем не менее, вот у меня чуть-чуть усилился ветер. Было 10, стало 11,6. И в итоге у меня, смотрите, 5,7 скорость. То есть, у меня встречный около 6 узлов. Моя скорость 5,6-5,7. Смотрите, всего 15 градусов встречного ветра. У меня левый галст, у меня дует в левую скулу ветер. А посмотрите, куда при помощи бегунка с пимпой я сдвинул шкотовый угол с такселя автомата. Я его сдвинул, он, по идее, может быть, или посередине, а я его сдвинул вообще на наветренный ветер. И у меня, получается, скорость волшебным образом выросла. И у меня меньше стал работать автопилот. То есть, лопата убирается. То есть, вот даже 5,8. Вот о чем я говорил. Плох тот X-Wen, который иногда не хочет поиграться немножечко со скоростью, с углом по отношению к ветру паруса. И, кстати, хорошо, когда есть таксель-автомат. То есть, это, в принципе, штука из спортивных лодок. Причем при том, что на спортивных лодках очень редко бывают погоны. Вот погон рельса, где ездит бегунок с такселя автомат, очень много чего дает возможности, чтобы можно было побаловаться вот так вот. Мы идем на одном двигателе. Вот, видите, правый двигатель. У меня 1800 оборотов. Ни много, ни мало. То есть, как бы вообще по паспорту. Никто никогда не ходит, кстати, 1800. Все всегда стараются. Давайте, что там еще там? 200 оборотов. Давайте добавим. Но на самом деле в этом случае вырастает расход топлива. А так двигатель мурлыкает себе тихонечко. 5,7, 5,8. Вообще шикарно. 11,6 скорость. Это у нас вымпельный скорость ветра. То есть, результирующийся скорость со скоростью нашей. Ветер. Встречный ветер. Как я его говорю, его все называют мордовин. Или по паспортному бейдовин. Острый бейдовин. Потому что никто никогда, когда на катамаране видите вот такое направление ветра, когда и истинный, и вымпельный у вас 10-15 градусов, это только спортивные дела вообще. А тем не менее, вот смотрите, большой катамаран, большой чемодан, болит 4.4. Мы идем с вами со стакселем с раскрытым до половины, чтобы было видно горизонт. Чтобы было видно, куда я иду. То есть, я сейчас на вахте сижу, вот сижу, балуюсь. Пульт автопилота. Если что, чтобы побежать, с ним побегу. На шею не вешаю, чтобы не болтался. Вообще хорошо иметь, конечно, под него какую-нибудь клипсу, чтобы эта штука в то же время не зацепилась ни за что. Это все-таки такая на шее. Но тут есть такая клипса. Хорошо иметь карманы, которые вот из такого вывалятся. Эта штука удобная, но не совсем яхтенная. Не совсем. Она такая, знаете. Вот я имею в виду вот эту вот фриску. Металлические такие наконечники. Будет сильный ветер дуть, попадет в глаз. Поэтому всегда вот беру вот так вот, затягиваю, чтобы не болтались с оттерочкой. Но тем не менее, она теплая, мягкая. На ней хорошо, знаете, к чему-нибудь прижался. Она такая, как мама. То есть, комфортно очень. Почему я сейчас поднял все-таки половинку штормового, ну, автоматического стакселя, штормового стакселя? Ветер сейчас не сильный, встречный. Мне нужно вот туда двигаться. То есть, на аж две ладони, прикладывай две ладони от мыса. А я иду внутрь, как бы так, залива. А мне нужно уже вот туда. Я могу пойти, но я знаю точно. У меня есть, во-первых, прогноз погоды. Я его стараюсь отслеживать. Чем больше я буду отдаляться от берега. У меня нет на борту Старлинка. У меня погоды потом не будет. Только 12-мильная зона. То есть, только та, которая есть в простом гражданской версии. Обычный береговой интернет. 12-мильная зона. Я знаю, что несколько дней вот эта яхта, она не могла выйти из Аячо и пойти туда, куда мне нужно. В Сан-Ремо. Из-за того, что дул сильный встречный ветер. И, соответственно, этот встречный сильный ветер, он поднимал волну. За каждым мысом большая волна. И чем дальше я выхожу в открытое море, несколько дней, из-за чего эта яхта не могла уйти в Сан-Ремо, этот катамаран. Из-за того, что была сильная волна. То есть, пришлось бы двигаться навстречу волны. И в итоге просто дождались одного маленького окна, когда чуть-чуть стихнет ветер. И пригладит, получается, волну. Немножечко покрутит. Вот это я говорил, что будет дождь. Ветер покрутит такое вот маленькое торнадо в Лигурийском море. Это, получается, около Корсики. Между Корсикой, Монако и Сан-Ремо. Лигурийское море. Оно немножко пригладит, как утюгов эти волны. И я в итоге пойду не по встречным волнам, а немножко приглаженным. Но, если я сейчас пойду, потому что ветер пока еще приглаживающий, утюговый ветер, он еще пока не появился. Он чуть позже появится. И я пока, это называется мышковать, я мышкую, я пока прячусь за мысы, использую их как брекватеры. То есть, ломающие волноломы. Как волноломы. Длинные, выдающиеся в море, построенные матушкой природой, просто волноломы. Это называется мышковать или облизывать мысы. Представляете, облизывать мыс, такое выражение яхтяное. То есть, я иду и обхожу мысы, прикрывая, чтобы меня встречной волной просто не колбасило. Сейчас мы идем, просто шелестим. У нас один двигатель против ветра. Против ветра. У нас ветер дует навстречу, строго навстречу. Очень остро. 15 градусов. Представляете, что такое? То есть, вот так. Это 0 градусов, а вот так это 15. То есть, это в морде винт. Тем не менее, у нас маленький стаксель и один двигатель. И он на 1800 оборотов. Ни тапок в пол, ни два двигателя, как многие люди сделали бы. И не идем туда, куда мне надо, а прикрываемся. Вот это вот уже пошла яхтенная стратегия, но не спортсмена. Не спортсмена, не спортивная. А именно, чтобы безопасно, не ломая корпус, не напрягаясь, в светлое время, в темное время, рассчитывая вот эти вот все дела. Сейчас где-то 2 часа. 2 часа 44 минуты. То есть, у меня еще светового дня. Сегодня 22 сентября. Температура, кстати, воды 22 градуса. Была у меня мысль, еще я тоже ее забрасывал в свой яхтенный компьютер. Пойти в Морисия, потому что здесь очень много китов. И качалоты, качалоты тоже здесь есть. Но я вижу, что там шмыгают большие моторки, такие, знаете, метров по 20, по 30. А киты их боятся. А совсем Морисии, если я уйду, там я как раз попаду на дождливый такой желвак, где будет меня дождем полоскать и ветром, соответственно. И этих качалотов не будет. Вот такие красивые здесь красные скалы. При всем при том, что на Корсике основная цветовая гамма вот такая. То есть, желтенькие. Ну, вот есть такой вот мыс с такими интересными скульптурами. Природными. Выход какой-то вот красной породы. Интересно очень. Там пляжики интересные, там красные камушки. Вот, кстати, на Сардинии, на Корсике, то есть, есть вот Pink Beach, розовые пляжи. Судя по всему, здесь такой пляж есть. Вон там, кстати, яхточка стоит на якоре. Кайфует. Вот он, получается, Pink Beach. Розовый пляж на Корсике, вот где вот эти вот розовые скалы. То есть, до этой розовой скалы. Вон, такие желтые эти скалы. О, и вот у нас там красавец стоит. Я как раз сейчас говорю, кто же, кто же, кто же, кто же. Вот у нас, молодец. Просто шикарное место. Жалко, что я просто по делу. Вон там, кстати, валяются красные камни такие большие, крупные. Просто красотища. Хочу туда. Ага. И вон там, кстати, тоже вдалеке, тоже красные камни. В общем, от этого места, от этого места начинаются красные скалы иногда на Корсике. Вот чем Корсика славна. Я хожу, облизываю мысы. Потому что, вот видите, белые барашки. И там волна. А я иду, спрячусь в замызале. Это катамаран. Катамарана надо беречь. И я их еду. 19.22. Сегодня закат солнца. Вот он такой у нас. Этот закат больше никогда не повторится. Смотрите, как вы... Там оно пытается. И-и-и. Но так как там, мы знаем, очень плохая погода, она не может пробиться сквозь эти вот облака. Идем, получается, вдоль Корсики. Здесь такие вот поеденные, как сыр. Как сыр Маздам. Красные скалы. Вот не поверите. Вот это, это как маленький остров. За ним еще есть вода. Сюда надо обязательно в тихую погоду прийти на яхте и зайти туда. Желательно быть на катамаране, потому что маневренность, ну, дикая на катамаране. На корпуснике, не знаю. Только когда вообще полный штиль, еще людей поставить, которые на носу будут палками отталкиваться. Все. Это крайний мыс. Крайний мыс Корсика. И мы дальше нам туда, в сторону Монако, ложимся на курс. Пока было темно, я, получается, облизывал мысы. Прятался от сильной волны, которую делали несколько дней. И вот сейчас такая будет линза. Все уже, прогноз просчитан. Сейчас выйдем. Может быть, придется чуть-чуть, если будет волна, я вам покажу, чуть-чуть потерпеть. И потом будет вообще штилевая погода. Я думаю, что на 80% пути большого прыжка, получается, до материка от Корсики. И, ну и все. И мы в дамках. Субтитры сделал DimaTorzok. По поводу сидения на расплавном таком креслице, которое я всем всегда предлагаю. То есть я сижу перед дверью на фронт-коптек. Мне еще до берега порядка четырех часов хода. Открытое море. У меня пока еще даже интернет не ловит. Ну, 12-й миллизоны еще нет. На улице идет дождь. У меня работает автопилот. Наверху я не сижу. Работает один двигатель на 1800 оборотов. Я иду со скоростью примерно, ну, пять узлов. Встречный ветер, сильный дождь. И я не сижу наверху. И, видите, я закрыл дверь. У меня тихо, спокойно. Я даже рад этому дождю, потому что он приглаживает волны. С каждым километром, с каждым милей волна уменьшается. Потому что если встречная волна, ее где-то делают, а я ближе к фабрике. И там все меньше и меньше и меньше. То есть паровозы превращаются в чайник. Даже видно, вот, как волны становятся такие. Их просто капельками прибивает. Смотрите. Вот я открыл дверь. И зачем мне, например, вот здесь вот сидеть, открытой дверью, или наверху сидеть? Вот я сижу внутри. У меня на ногах не сапоги, не промоканец. То есть у меня просто обычная гражданская одежда. На ногах тапочки. И вот я сижу. И у меня на груди висит пульта стопилота. Я управляю судном. Рядом со мной на штурмовском столе есть. Вот, смотрите. Все данные, которые мне нужны. При том, что я могу... Это многофункциональный экран. Я могу вызвать очень большое количество различных данных. У меня радиостанция. У меня есть вся информация, которая мне нужна, о корабле. В общем, у меня прекрасный вид. Обзор почти 360. Я сижу внутри. Так, не скажешь, да, что на корне решила какую-то автонку. На самом деле, будет 2-4 узла. 50 км в час. Такая вот волна. Метра полтора. Парусы я отмотал. А осталось-то, на самом деле, всего очень, совсем ничего. Катамаранская прекрасно ведет. Видите, под углом 45 градусов к волне. И причем курс вообще такой, какой мне нужен. Ну, может быть, на 4-3 градуса левее, чем мне нужно. Мне еще снесет. Чем ближе к берегу, а берег у меня получается прямо по носу, тем меньше будет волна. То есть, вот чувствуется, ударов нет. Потому что 45 градусов плюс нет вот в этом месте. Если была бы сетка, если была бы сетка, то брызги забрызгивали бы прямо до камеры, до меня. Здесь все было бы в морской воде. И те волны, которые забрызгивались бы в сетку, они били бы в нижнюю часть салона, в якорный ящик, если бы здесь была сетка. А так, вот смотрите, как себя прекрасно чувствует вообще катамаран. Иван Иванович, вот руля, смотрите. Молодец, старается. Один двигатель на 1800 оборотов. 2-4 узла. Ну, вот сейчас вот 22,5. Порыва. 3,2 скорость. Все, поход закончен. Предстоятельно рекомендую вот такой трап. Сегодня вот, как бы, единственное, что его, конечно, подкачать надо, потому что это, видите, вон там, куда кили прикрепляется, этот трап, он же является сапом. Сделан по такой же технологии. Он сейчас не докачан. Вот сколько? 120 килограмм, да, я вешаю? Это шутка. Я думаю, что около 84. Надо посильнее. Вон нога вообще не прогибается. Там что-то вровняет. 200 килограмм написано. Хорошая вещь. Единственное, что вот веревочку нужно длинную и привязать так, чтобы он вот так вот был, чтобы не терся. Хотел показать вот жидкость для того, чтобы в дизельных танках не заводились бактерии. Вот она, даже бактерия эта нарисована, красавица. То есть защита от бактерий. Вот такая вот она. Итальянская штука. Купил в Италии. Вот у меня танк открыт. Я сейчас завел двигатели. Оба. 40 евро стоит вот эта банка. Такая вот спецжидкость. Бактенд. То есть это для воды. На 750 литров. Но я не буду заливать полный танк. Я просто немножко разбавлю водой. Потому что, опять же, есть такое поверье. На зиму оставляешь яхту. Топливный танк нужно оставить полным, чтобы как раз бактерия не заводилась и так далее. А водяной желательно, чтобы было на донышке. Чтобы, если там заведутся бактерии, что слил дурно пахнущую жидкость. И все. Поэтому, вот, то есть, смотрите, еще раз где-то этих QR-кодов нет. Вот такая вот. Купил здесь, в Италии. Особо ничем не пахнет. А так, кстати, для дизеля пахло вообще. Такая атомная штука была. И вот. Разбавим водичкой. Такая смешная вот дайверская водолазная помогайка в порту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...